Я работал по найму, с работы уволился, пока искал новую работу, работал в такси. Дело случая, что возникла такая идея, нашли какие-то общие знакомые, партнеры, решили вместе что-то сделать. Нам не хотелось заниматься чем-то простым, купил, продал или привез откуда-то, продал. Нам хотелось сделать что-то своими руками. Поначалу было непросто, потому что мы сами про это очень мало знали. Приходил все делать прямо с нуля. Начинало все с двух-трех станков, самых простых, недорогих, в помещении, не подготовленном. Нам повезло, мы нашли людей, которые умеют работать с камнем. Постепенно мы учились вместе с ними, чему-то мы у них, чему-то они у нас. Стал формироваться какой-то коллектив, появилось новое оборудование и пошло-поехало. На сегодняшний день у нас порядка тысяч квадратных метров производственных площадей, порядка такого же количества складских и несколько тысяч квадратных метров камни имеется в наличии на складах. Оборудование наше позволяет осуществлять полный цикл обработки, то есть от самых необработанных камней, от голых плит, так скажем, до готовых изделий. Мы поняли, что выбрали правильное направление, нам до сих пор очень нравится. До сих пор мы сами получаем огромное удовольствие от тех изделий, которые делаем. Когда смонтировали, как это все выглядит. Очень круто. Ездим каждый год на выставку в Китай. В этот раз, конечно, не поехали из-за коронавируса, потому что Китай был закрыт весь. Слава Богу, люди тоже адекватно реагируют на эту ситуацию и давали нам возможность где-то менять свои планы. Мы практически все время работали, иногда какие-то сотрудники выпадали, но в целом очень мало кто болел. Крупных финансовых потерь не было, но в любом случае это нас коснулось, потому что у нас многие заказчики притормозили свои проекты розничные у нас, торговля немного привстала. В целом мы продержали довольно неплохо. Предпринимателям будет это круто. Это очень интересно. То есть ты за все отвечаешь, ты во все должен вникать, ты все должен знать, ты постоянно учишься. Человек должен постоянно учиться. Если он останавливается, делает все одно и то же, ему становится скучно, это ведет только к регрессу какому-то. А здесь приходится учиться постоянно. Для нас, для всех это, ну, практически половина нашей жизни, потому что мы любим наше производство, любим то, что мы делаем, любим материалы, с которыми мы работаем, получаем от этого огромное удовольствие. Даже речь это не о деньгах каких-то, это речь больше именно о душе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова